Итоги уходящего четверга подводят наши корреспонденты. Я Максим Кембель. Смотрите сейчас. Больше, чем просто спасибо. Президент вручил госнаграды заслуженным деятелям страны. Нам ничего не страшно. Кто в числе приглашенных? Попались в мышеловку. Оставшийся сыр был обнаружен у них по месту жительства. Под Могилевым из прицепа пропала тона деликатеса. Как вышли на горе гурманов. Саундтрек души. Учащаяся школа искусств имени Аловникова стала лауреатом международного творческого конкурса. Конечно, это очень тяжело, потому что каждую песню нужно прожить. Что в программе у будущих звезд. А также «Безопасный путь», «Ковидная помощь» и «Ветреная пятница». В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности, о чем стоит помнить в капризную погоду. Нам есть кем гордиться. Президент вручил государственные награды заслуженным деятелям страны. Во Дворце независимости чествуют людей, которыми восхищается Беларусь. Ордена, медали и почетные звания. Аграриям, ученым, дипломатам, врачам, артистам и спортсменам. Абсолютным профессионалам в своем деле. Особое внимание Александр Лукашенко уделяет медикам. Их работа важна в период пандемии. Сегодня белорусское здравоохранение не только держит вирусный удар, но и продолжает оказывать плановую помощь по всем направлениям. А вы, наверное, слышите, что в соседних странах, да и в других, при серьезном подъеме вирусных заболеваний сегодня плановая помощь отменяется аж на 3-4 недели. С такими врачами, которые сегодня отдают свои сердца и труд во имя выздоровления наших людей, нам ничего не страшно. Благодарен тем, кто своей профессиональной стезей выбрал сохранение исторической памяти, развития культуры и искусства Беларуси. Помогает нам не отрываться от родных корней. Вносит поистине бесценный вклад в духовный код нашего народа. Среди награжденных бобручанка Залина Седокова. Девушка удостоена звания заслуженный мастер спорта. В зале представители отечественной сборной на Олимпиаде в Токио Максим Недосеков. Глава государства также отмечает, белорусы ждут, что родной флаг поднимется и на стадионами Поднебесной. Также Александр Лукашенко признается, ему приятно видеть присутствующих на колонии важного политического события. Следить за посланием президента можно будет в пятницу в прямом эфире национальных телеканалов и радио. Начало в 11.00. Сырный бизнес. Под Могилевым из большегруза похитили тонну кисломолочного продукта. В середине января на стоянке водитель российского тягача обнаружил сорванные пломбы в полуприцепе и вызвал милицию. Выяснилось, из фургона украли продукцию почти на 15 тысяч рублей. Установили личности подозреваемых и задержали их в Орше при силовой поддержке бойцов ОМОН. Ими оказались трое 31-летних жителя Орше Иршанского района. Большую часть похищенного они успели реализовать. Оставшийся сыр был обнаружен у них по месту жительства. Возбуждено уголовное дело. Проверяется причастность подозреваемых к совершению других преступлений. Осторожно теплотрасса. Госэнергогазнадзор напоминает. Во время отопительного сезона периодически случается прорыв наружных сетей. Максимальная температура воды в такие моменты достигает 150 градусов. Как избежать несчастного случая? Ответ у Карина Гуревич. Каждый день мы ходим или передвигаемся в транспорте над коммуникациями, где проложены тепловые сети. Трубопроводы находятся под газонами, пересекают тротуары и проезжие части дорог. Во время отопительного сезона возникают случаи наружных прорывов. Максимальная температура горячей воды достигает 150 градусов. Это может привести к серьёзным ожогам. Как определить повреждения тепловой сети, стоит знать каждому. Есть несколько основных признаков. К примеру, парение и выход воды на поверхность. Также легко определить проседание грунта и сухой асфальт в сырую погоду. За инженерными сетями следят коммунальные службы города. Аварийные случаи, как показывает практика, происходят редко. Однако имеют место быть. Самое простое правило – не приближаться ближе, чем на 5 метров к промоинам, которые образуются в местах прорыва. Запрещается ходить по трубопроводам, конструкциям теплотрасс и тепловых камер. Пересекать траншеи, канавы и каналы, в которых ведутся работы по ремонту теплотрасс. При обнаружении пары или протечки необходимо обратиться в аварийно-диспетчерскую службу по номеру 115. Помните, несчастных случаев можно избежать. Для этого каждый должен соблюдать правила безопасности. Ведь любая обеспеченность может привести к трагедии. Карина Гуревич, Максим Галенка, Бобруйск, 360. Прожиточный минимум, дорожный патруль и жилищный вопрос. В прошлом году в стране возвели больше 52 тысяч квартир. Какие планы на 2022? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. В Беларуси с 1 февраля повышается бюджет прожиточного минимума. Сумма увеличится до 296 рублей 55 копеек. Этот показатель будет действовать до 30 апреля. Изменятся и размеры государственных пособий семьям с детьми, социальных пенсий и выплат по уходу за инвалидами. Минздрав внес изменения в оказании медпомощи пациентам с COVID-19. В частности, в случае положительного теста, МАЗОП будут брать у всех совместно проживающих с симптомами острой респираторной инфекции или с повышенной температурой тела. С рекомендациями и нововведениями можно ознакомиться на сайте министерства. В пятницу в стране пройдет Единый день безопасности дорожного движения. В 2021-м только на территории Могилевской области произошло 385 аварий, в которых 45 человек погибли, 436 получили травмы. Госавтоинспекция выявила свыше 200 тысяч нарушений ПДД. Одной из главных причин фатальных ошибок за рулем было и остается пьянство. В прошлом году в стране возвели более 52 тысяч квартир. Треть для белорусов, которые состояли на учете нуждающихся. Большинство из них стали новоселами благодаря господдержке. Для многодетных – почти 930 тысяч квадратных метров. В 2022-м обещают построить еще 4 миллиона квадратов жилья. В Беларуси на пятницу объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. Местами порывы достигнут 20 метров в секунду. По всей территории страны ожидаются мокрый снег и дождь. Ночью до минус трех, днем до плюс четырех. МЧС рекомендует обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. Трудный возраст. В Бобруйске обсудили преступность среди несовершеннолетних. Вопрос рассмотрели сразу двух администраций города. Специалисты подчеркнули, правонарушения у подростков могут быть самыми разными. Насилие, жестокость, вандализм. С такими ребятами проводится профилактическая работа. Дети – это самая уязвимая группа населения. Они могут стать жертвами преступлений в силу своей доверчивости, неопытности. Так и сами могут совершать ряд различных преступлений. Поэтому хочется, чтобы вы, как родители, показывали им на личном примере, как нужно уважать закон, соблюдать его. У нас в прошлом году произошел незначительный рост на одно преступление. Из них, ребятами, которые проживают на территории Ринского района, совершено четыре преступления из десяти. По статистике, каждый третий случай – хулиганство. Нередко фиксируются и угоны машин, а также незаконный оборот наркотиками и психотропами. В Беларуси по итогам прошлого года преступность среди несовершеннолетних осталась на том же уровне, что и в 2020-м. Зафиксировано почти 1400 правонарушений. Будучи топ-чартов, Бобручанка привезла бронзу с 15-х молодежных дельфийских игр. Номинация «Эстрадное пение». Творческую борьбу в международном конкурсе вели деви стран и 700 участников. О пути к сцене Ольга Васенда. Аня Воронко с детства грезила сценой. Первые маленькие шаги к мечте начала делать еще в четыре года. Прямо по стопам мамы. Важный этап ее истории – поступление в школу искусств. Каждый день девушка на 100% отдается любимому делу. Урок вокала у меня два раза в неделю, 45 минут. Сначала мы распеваемся, потом начинаем работать над песнями. Конечно, это очень тяжело, потому что каждую песню нужно прожить. Это очень приятно и интересно, когда люди рядом с тобой занимаются тем же делом и любят то же дело, то, что и ты. В хоровом отделении Анна занимается академическим вокалом. Также пробует себя в эстрадном и джазовом направлениях. За ее плечами не меньше 40 творческих проектов. Еще один шаг к мечте – участие в 15-х молодежных дельфийских играх. Проходил конкурс дистанционно. 9 стран, 700 участников. Несколько этапов отбора. Область, республика и, наконец, работы представили на суд московскому жюри. Перед горькой памятью людской Разливалась ненависть рекой Трудно это было вспоминать Вдруг с экрана сын взглянул на мать По итогам вокальной битвы Анна Воронко стала лауреатом третьей степени в номинации «Эстрадная пение». Заветный диплом Бобручанке лично вручил министр культуры. С первых занятий я поняла, что Аня обладает яркими вокальными данными Однако у нее еще тонкая, нежная душа Она, благодаря своей чувственности, в каждую песню вкладывает глубокий смысл Все тексты пропускают через себя И в итоге получается очень интересная музыкальная история В школе искусств на хоровом отделении учатся 114 музыкантов В программе помимо вокала, игра на фортепиано, скрипке, домре или флейте Но большую часть времени уделяют своему главному инструменту – голосу Постановку доверяют опытным педагогам Все ребята талантливые у нас Мы считаем, что они самые лучшие для нас Потому что многие из них – это лауреаты международных, республиканских, областных конкурсов и фестивалей Учреждение обучает юных маэстро почти 50 лет Сейчас их больше 750 В школе искусств 10 отделений от хорового до струна Смычкового К слову, уже в мае здесь пройдет республиканский конкурс пианистов имени Владимира Оловникова Ольга Васенда, Максим Галеонко, Бобруйск, 360 Это все и события к этой минуте Смотрите нас в интернете и соцсетях Мы в эфире каждый будний вечер Счастливо! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»